Всем жителям планеты добрый день! И с вами снова Парагвай, Южная Америка. Жизнь продолжается! Были еще небольшие последние запасы краски, и решила вот немножко вот так вот сделать эту полочку, все повеселей, потом вот эту полочку докрасила. Ну а куда краску-то девать? Вот эту полочку докрасила. Ну и, конечно, теперь мысль пришла в голову, что вот тут дверь некрасивая, вся какая-то она страшненькая, уже желтая. Здесь немножко выпачкано, здесь холодильник был пусто, не тот цвет, и вообще, что это за кухня, что это за вид, что это за цвет полок, что это за цвет коробок. Посмотрела здесь, здесь я закрывала, вот оно опять, кстати, прошло, шпаклевала немножко, оседает еще все-таки это новое, этот уголок. Надо все это теперь покрасить, эти стенки мне тоже теперь не нравятся, и вот что делать? Надо уже и в Россию собираться, а у меня все, что-то, идеи и идеи, что-то мне все не нравится. Видите, здесь на улице солнышко, а здесь не очень светло, это я сейчас свет включила, поэтому нужно совсем другие цвета, и дверь темная, в общем, будем думать. Глория расцвела, но еще мало, здесь вот бутоны пошли, хорошо стала она подниматься зимой, надо будет только вот эту дикую пальму отрезать, а вот это уже побольше, сколько вот, какие розочки. Единственное, что очень быстро, быстро отлетает, жалко, и раз в году всего лишь. Вот эта калитка, скоро начнется сезон, и мы постоянно будем через нее ходить, чтобы плавать на озере, и вид у нее, конечно, ужасный. Не знаю, насколько мне хватит краски, но покрашу, заодно позабираю. Там дальше, как всегда, бычки пасутся, хорошо, тепло, сейчас покажу, как манго у нас везет за домом. Фокус не удался, 5 минут и краски нет, вот все, что мне хватило, так как это дерево, на нем моментально все впитывается, придется краску покупать. Ну, это все, пока. Вот так пальма выросла, но мы не стали отпиливать эти ветки, хотя они мешают манне, но зато тепло, если будут морозы, то пальма сохранит. Вот это у нас красавица, какая она большая, красивая. И вот что-то в этом году там вот, ах, вот есть, есть, вот уже зацветает, видите, свечки. Вот тоже зависть хорошая. Также вот еще, посмотрите. Сколько будет, неизвестно. Ну, будем верить в лучшее. Да, Рыжик, спрятался? Жарко, да, жарко, мой парень. Да-да, и ты, Жулечка. Кто же, все со мной рядышком. Ну, пойдемте, надо поработать. И снова у нас чудесная зима, и снова у нас тепло. Было несколько дней холодно, и снова жара. Наверное, где-то 25-26 на солнце, если не больше. Володя своими делами занимается, он там делает, козырек будет переделывать. А я решила начать, наконец-то, кухню. Вот два дня разбавляла цвет, то, что был у меня колор. Не знаю, как получится, что будет. Ну, посмотрим. Ничего страшного, как будет, так и будет. Потому что там все равно потом выгорит. И будет нормальный, хороший. Вот я уже свет включила. Там подготовила. Сейчас вам сначала покажу про Володю. Чем Володя занимает уже который день. Вот он тут подключил свет. И у нас вода, когда дождь шел, у нас всегда забивалась вот под этот козырек. Вода попадала в хале, в этот зал. Потому что уже старые доски. Вот он их. Видите, ровненько уже сделал. Красиво они были всяко-разно. Вот теперь он это все сделал. Я еще до этого не помню, уже в каком году красила. Теперь вот он уже, ой, как красиво вырезал лист. И будет теперь его, ну, получается, вертикально ставить. Да. И будет это все закрывать. И вот он уже который день этим занимается. Потихоньку, хорошо, когда солнышко, когда тепло. О, только что по лестнице ему получается много надо бегать. Ну, ничего, друзья, что делать. Такая она жизнь. Вот еще кусочки уже там вырезанные. Рыжик, ты уже тут как тут спрятался? Жарко, да? Жарко. Ну, теперь пойдемте посмотрим, что же там у нас в кухне у меня. Что я сейчас буду творить. Вот такой у нас тут бардак. Все уже разными цветами. Все непонятно, что. Как я теперь буду это закрашивать, непонятно. Вова все это отодвинул. Все это отсоединил. Потому что он будет передвигать. Будет там еще в углу ставить еще один шкаф. Или как сказать. Ну да, вот под столешницу еще один. Я тут решила дверь потом буду перекрашивать. Она уже вся какая-то страшная, желтенькая. Там эти все камыши надо убрать. Вот посмотрите, какая я вся грязная, страшненькая. Всем привет, привет! Все нормально, все хорошо. Так, вот тут я красила. Так получилось, но у меня как всегда осталась краска. Надо было ее потратить, иначе она засохнет. Поэтому получается неправильно. Шиворот на выворот. Но ничего, я так прикрыла листами. Вот, где-то что-то забараю, сразу вытру. Все это я обработала. И вот эти вот коробки о косячке. И это все я немножко пошаркала наждачкой. Все мне это надоело. Тоже буду немножко по-другому делать. Вот сейчас пробовала цвета. Какие получаются. Там вот видите, мало было воды разбавлено. Водой разбавила вроде бы получше. Но буду смотреть еще. Что получится, как всегда, не знаю. Но что получится, то и будет. Вот тут еще угол придется мне заклеивать. Хорошо хоть клей есть обойный. Разведу, немножко подреставрирую уголок. И пойдет, друзья. Ну мы же в Россию хотим. Ну что же мы тут будем? Все возиться, довозиться. Что-то я натворила нехорошее. И как теперь с этим справляться, я не знаю. Даже на камере показывает светлое. На самом деле гораздо темнее. Гораздо темнее. Вот это появились пятна. И как теперь исправить ситуацию, я не знаю. Надо что-то опять такое придумать. Чтобы не было у меня заморочек. Что? Не знаю. Но буду думать. Потому что даже если я покрашу второй раз, будет вообще темница. Да. Что-то я не то. Ну вот они, ошибки. Бывает, бывает. Но как всегда, не в тему. Снизу как-то еще более-менее. Да нет, тоже как-то. Да нет, снизу будет так неплохо. А вот сверху как раз. Ну что, будем исправлять. Жизнь-то продолжается. Не только я управилась, но и Володя. Вот один лист как раз уже прибил, да, или как назвать? Прикрутил, Володя? Пришурупил? Прикрутил. Который я вам показывал уже все. И потом так вот все будет идти на левую сторону. Хотя я против, говорю, здесь хорошо, все замечательно. Но он говорит, нет, должно быть все красиво, должно быть все симметрично. А то что же будет половина дома так, половина крыши так. Ну все. Так, у тебя тоже выходной уже? Да, сейчас, может, поеду съедешь, это доберу. По делам, да. А ну, Вова, как всегда, дела. А я все, друзья. У меня уже начинается праздничный вечер. Сегодня завтракали. Володя достал сахар. Я вспомнила, думаю, надо с вами поделиться. Вот видите, какая пачка уже, да? Эта пачка еще была в контейнере. Ей уже десятый год. И потихоньку Володя кушает. Он очень любит вот такой сахар. Как он говорит, армию вспоминаю. В прикуску всегда он, когда, говорит, мы пили чай и хлеб с маслом. А почему интересно? Потому что в Парагвае нету сахара рафинат кусочками. И когда первый раз мы некоторых угощали парагвайцев, они были так удивлены этим. Ну, может быть, где-то в Аргентине, где-то, конечно, есть. Но в Парагвае было это удивление. И поэтому нам это подсказали. И вот до сих пор, десятый год, у Володи еще есть запасы. Но правда, это последняя пачка. Вот такое в этой стране, в интересной стране Парагвай. Ой, скоро откроются. Какие красивые будут, надо не прозевать. Да, да, Маруся, посмотри, орхидея скоро откроется. Да, вот их сколько. Ой, жалко только. Один раз в году и все. Ну, зато хорошо принялось. Посмотрите, корни, 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 корни. До самого низа. Вот природа придумала. Вернее, не природа, наверное, Бог. Как красиво. Капли после дождя. Ой, какая природа. Что только Бог не создал. Душа радуется. Такая жара сегодня, что Володя даже вентиляторы включил в контейнере. И там дальше еще один, чтобы продувалось и было прохладно. А так все нормально, все хорошо. Тут вот фасоль такая мелкая стоит у меня в баночках просушенная. И вот, что я тут докрасила. Привезли мне зеленую краску. Покрасила я калитку. И вот эти верхние места, которые были белые, я их покрасила зеленым в верхушке. Теперь надо мне низ красить. Вот не знаю. У меня есть черная краска. Наверное, вот эти покрашу. И эти освежу. Там вот Володя поменял балансину. Одну тоже подкрашу. И все будет хорошо. Расмин снова цветет. Цветет и цветет. Сыпется. Красиво. А там еще цветы красивые. Первый раз расцвели. Что-то вот эта пальма у меня хандрит. И хандрит никак. По толщине ствол хороший. Но никак не идет. Вот мелкие-мелкие. А пока не появятся на них вот эти тонкие волоски, много-много. И получается, она не растет. Я это уже заметила. Как только начинается много-много волосков белок, так все. Пальмочка идет. Вот это уже получше. Но очень долго. Вот видите, уже вот они, ниточки появились беленькие. Вот это уже лучше. Вот они. Это значит, уже скоро она пойдет. Все. Устывол новый идет, молодой. Хорошо. Морозов не боятся. Вот Санта-Рита. Первый раз расцвела. Тоже получается красная она у меня. Вот так она любит раскидисто. А это еще один сорт таких цветов. Я не знаю, как их назвать. Но они пока зимой отдыхают. Я вот их вместе посадила, чтобы было красивее. И первый раз у меня расцвел вот этот рододендрон, по-моему. Да. Тоже оказался он розовый. Ну, так радует, что наконец-то пошло. Посмотрите, сколько завязей, сколько бутончиков еще. Ой, сколько-сколько тут всего еще будет. Ой, красотень-то какая. Ой, как приятно. Ну, надеюсь, не помешает ему соседство рядом с соснами. Будем верить, что все будет хорошо. Все будет отлично. Так что, друзья, все прекрасно, все замечательно. Все замечательно. И еще-еще раз говорю. Жизнь продолжается, друзья. Всего доброго. Счастья, здоровья вам всем. С вами была Жанна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok